Более двух тысяч человек, старшеклассников и их родителей посетили Рязгамоу в минувшую субботу. Гостями вуза стали не только рязанцы. География мероприятий в этом году была куда более обширной. По количеству гостей на неоткрытых деревьев, наверное, можно сказать, что мы можем судить о том, как отработал вуз год. Насколько есть интерес, насколько есть желание у абитуриентов поступать, выбирать наш университет. И надеемся, что то количество, которое есть уже сейчас, оно говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. И стараемся следовать тем современным тенденциям, которые есть в развитии медицинского образования. Пополнять задачи, которые стоят перед нами практические здравоохранения. И прежде всего, готовить хороших, квалифицированных специалистов. В холле будущие абитуриенты смогли получить информационный материал, ознакомиться по нему с работой и возможностями вуза. А также заполнить и оставить анкету с информацией о себе. Я хотел бы узнать, во-первых, о перспективах обучения, о том, как это все будет проходить, сколько лет это будет длиться. Ну и хотел бы узнать о том, что предстоит мне увидеть в этом 12-м университете. Ну вот от этого дня ты сегодня чего ждешь? Вот от этого мероприятия? Ответы, наверное, на все вопросы, на свои, но меня интересующие. Ну, получить как можно больше информации о преподавателях, о системе обучения, о правилах поступления. Ну, а наличие перспективы по трудоустройству в дальнейшем. Ну, я собираюсь тут учиться, мне очень важен этот институт, я среди многих его выбрала, потому что тут как бы много возможностей. Все учителя, преподаватели, профессора. Ну, мне очень нравится этот институт, это уже по описанию. Мы приехали сюда, чтобы именно понять не только для нас, родителей, а чтобы ребенок сам понял, стоит поступать, не стоит, сможем мы, близко ли это нам или нет. Поэтому вот эти вот все манекены, да, здесь вся эта возможность попробовать все, считай, вживую, мне кажется, для детей это очень важно. Особый интерес вызвала площадка Центра симуляционного обучения РЯСГМУ. Сотрудники Центра с помощью тренажеров обучали всех желающих проводить сердечно-легочную реанимацию и извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей. Как думаешь, ему сейчас хорошо? Я думаю, ему будет хорошо, когда я его спасу. Ну, а те, кто не смог приехать лично, наблюдал за мероприятием онлайн. Трансляция велась на официальном сайте ВУЗа. Ее посмотрели посетители из всей России и зарубежных стран. Официальная часть дня открытых дверей проходила в формате вопрос-ответ. Школьники писали свои вопросы на листочках, которые отправляли на трибуну. На все интересующие вопросы отвечали руководители университета, деканы факультетов, представители региональной власти и Министерство здравоохранения. Очень активно ищем новые форматы для общения с абитуриентами, с родителями. Потому что здесь уже не первый год проводится встреча, где можно задать вопросы напрямую и преподавателям, и студентам, которые обучаются, и работодателям, те, в учреждениях, в которые придут наши выпускники уже. После окончания официальной части все желающие смогли ознакомиться с работой университета на обзорных экскурсиях. Гостям показали кафедры и музеи вуза, центры симуляционного обучения, бассейн, аквамед, библиотеку и другие объекты университета.